Сколько он весит? 15 килограмм. Он показал, в чем его сила. Тимур Галинуров стал вторым на Кубке мира по игре на баяне. Студент колледжа при консерватории на этом международном музыкальном конкурсе увидел, насколько популярен сейчас исконно русский инструмент за рубежом. Это направление за рубежом, в той же Италии, Франции, Бразилии как раз таки, оно развито намного лучше, чем в России. То есть они, бразильцы, не играют классику пока что. Говорю пока что, потому что все возможно. Они очень такие ребята, которые могут жару дать и в классике. Кубок мира по игре на баяне вручают уже более 70 лет. Саратовские музыканты таких серьезных результатов добивались лишь однажды, в конце 60-х годов. Чтобы быть хорошим баянистом, кроме таланта, еще нужны и другие способности. Ну, физически тяжеловато играть немножечко. Да, это управление мехом, потому что без меха. Мех – это смычок у баяна своего рода, как у скрипки. Это у нас мех, который имеет массу приемов еще исполнительских для извлечения звука. Искусство требует жертв, и финансовых в том числе. Баян в среднем стоит около миллиона рублей. Эту дорогую тяжелую ношу Тимуру часто приходится таскать на плечах. Поэтому после репетиции в консерватории он спешит на тренировку в спортзал. У нас такая профессия, что спина всегда напрягивает. И баян нужно нести, и когда играешь, занимаешься все время. То есть спину надо укреплять всегда. Ежедневно пять часов за баяном и два часа на тренажерах. Тимуру приходится как следует попотеть, чтобы быть сильным баянистом. Нельзя только качать мышцы предплечья, иначе рука будет плохо справляться с баяном. Надежда Новикова, Александр Кравченко, Новости, Телеобъектив.